Расширение международного сотрудничества ради достижения мира на Донбассе, эффективность экономических санкций против России и поддержка реформ в Украине западными странами. Эти темы стали главными во время третьего круглого стола в рамках экспертной площадки «Повестка дня для мира», которая организована телеканалом «Дом». Основные тезисы дискуссии в нашем материале далее. Посол ЕС в Украине Мати Маасикас и посол Германии в Украине Анко Фельгузен готовятся к экспертной дискуссии со своими коллегами-дипломатами из других стран Европы, а также США и Канады. Они участники третьего и заключительного в этом году заседания круглого стола «Повестка дня для мира». Еще до начала официальной части мероприятия говорят то, что остается неизменным уже шесть лет. Ключевыми в процессе урегулирования ситуации на Донбассе являются Минские соглашения. Минские соглашения должны быть имплементированы полностью. Недавно Украина сделала несколько шагов в этом направлении. Теперь очередь России ответить и выполнить свою часть соглашений. Немечка, частые нормандские четверки, и мы очень интенсивно работаем над тем, дать импульсы решения конфликта и закончить эту войну. Минские договоренности, они безальтернативные, но они только фундамент. Весь этот дипломатический круглый стол был посвящен международному сотрудничеству ради мира на востоке Украины. В мероприятии приняли участие дипломаты стран-участниц нормандского формата Германии, Франции. А кроме того, Великобритании, США, Канады, Швеции и других стран-партнеров. Представители, послы этих государств, я их пригласил сюда на наше мероприятие, чтобы можно было обменяться мнениями о вопросе международной кооперации по восстановлению мира на Донбассе. Мне кажется, более важного вопроса сегодня вообще нет ни в Восточной Европе, ни в целом для нашего региона. Все участники дискуссии отмечают, конфликт до сих пор не удалось урегулировать, так как Россия отказывается выполнять минские договоренности. Россия хочет, чтобы конфликт продолжался, потому что это давление на Украину. Я думаю, что западные правительства должны это ясно понимать и должны заставить Путина хотя бы признать ответственность России, чтобы договориться о решении. Если Россия не хочет решать эту проблему, она не будет. Как бы украинское и западные правительства не хотели мира, прекращение войны в руках Путина. Одним из механизмов давления на Россию остаются экономические санкции. К примеру, Евросоюз на этой неделе продлил их еще на год. Именно из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией. Все санкции ЕС, которые были введены в 2014 году и с тех пор продлевались, имеют долгосрочный эффект на экономику России. То есть они могут влиять на политическое руководство России. За этими санкциями стоит единая европейская политическая воля. И мы можем даже сказать шире – это западная трансатлантическая воля. Участники круглого стола на площадке телеканала «Дом» говорят, для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, мало одних только санкций и переговоров. Страна должна стать сильной и успешной, чтобы бороться за территории и людей. В этом международные партнеры поддерживают Украину, в том числе финансово. Германия предоставила Украине самый большой объем гуманитарной помощи – почти 140 миллионов евро с 2014 года. Наша помощь в основном направлена на социальную инфраструктуру вдоль линий соприкосновения. Но главная цель на самом деле, чтобы Украина стала успешной страной. В такой ситуации возвращение утраченных территорий – это нормальное явление. Украинская власть готова и уже движется по пути реформ. В частности, в скором времени предстоит принять законы, которые направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса. Глобальный план – это правовое решение многих накопившихся задач. Мы практически закончили работу над законопроектом о переходном периоде. Второй блок – это, безусловно, стратегия экономического развития Донецчины и Луганщины, которая на сегодняшний день уже на стадии закрепления концепции. Она будет утверждаться кабинетом министров в этом месяце. И на основании этой концепции, я думаю, появится указ президента и впоследствии закон Украины, который будет регулировать введение особого режима. Сейчас идет дискуссия – это будет свободная экономическая зона или территория приоритетного развития. Круглые столы под общим названием «Повестка дня для мира» – это экспертная площадка, организованная телеканалом «Дом» совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Цель – получить экспертные мнения относительно всех вопросов, которые интересуют как жителей внутри Украины, так и жителей временно оккупированных территорий. Задачу, которую мы ставим здесь вместе с нашими гостями – в первую очередь выработать повестку для людей, которые принимают решения в Киеве. Это и президенты, кабинет министров, это возможные ведомства. Третий выпуск серии круглых столов «Повестка дня для мира» можно будет посмотреть на страницах соцсетей нашего канала в Ютуб и Фейсбук в этот понедельник, 14 декабря, в 10 часов по киевскому времени. В эфире телеканала «Дом» и телеканала «ЮЭТВ» в 18.30. А на английском языке дискуссия выйдет в эфир телеканала «ЮЭТВ» в 16 часов по Киеву. Юлия Крючкова, Ярослав Матиш, «Киев – твой дом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова